Здравствуйте, меня зовут Богдана Вамира, и я учусь в школе 1501 в спецклассе по китайскому. На самом деле я просто искала направление, которое мне было бы интересно, которое было бы для меня актуально, и наткнулась на рекламу в интернете. Наткнулась на рекламу и подумала, что мне будет это интересно, тем более, что знание китайского не нужно, и здесь всему обучают буквально с нуля. Я участвовала в Олимпиаде от China Campus Network, и на последнем этапе нужно было подготовить презентацию на одну из предложенных тем. Я выбрала для себя электронную коммерцию, и мне настолько это сильно понравилось, что я захотела работать в этом направлении, а оно очень сейчас актуально и сильно развивается в Китае, поэтому мне это очень интересно. Для меня китайский язык — это что-то необычное, и первые, наверное, недели две было не то чтобы сложно, но скорее непривычно просто писать иероглифы или просто говорить даже с разными тонами и так далее. Я учу язык с нуля, но вот где-то через месяц, наверное, приходит осознание того, что это безумно интересно. Да, и скорее всего, это благодаря учителям тоже, конечно же. Мне кажется, наша сформировавшаяся группа по-китайскому — это как такая маленькая семья, в котором есть учитель, и он обучает своих учеников. И это, не знаю, очень облегчает процесс, потому что учитель абсолютно полностью доверяет ученикам, и ученики ему тоже. А чем отличается? Наверное, атмосфера и самой дружелюбности. И из-за этого можно расслабиться, и знания быстрее усваиваются, как мне кажется. То есть, да, для меня это, наверное, что-то большее, чем просто урок. Если вы готовы к тому, чтобы учить 9 уроков, и вы знаете, ради чего вы это делаете, какой цели вы идете, то все достаточно быстро. И я не ощущаю того, что сейчас уже четвертая неделя обучения. Мне кажется, школа находится на очень высоком уровне по, как сказать, подаче знаний, по материалу, который они предоставляют, потому что многие учителя являются экспертами по ЕГЭ, они знают, как подготовить ученика, какие знания ему нужно дать для этого. И каждому свой, не то чтобы подход, ну, не знаю, каждому свой подход индивидуальный, но именно в плане того, что учитель всегда готов помочь, поддержать. И если вам что-то непонятно, то с радостью объясни тему, которую вы пропустили. Для меня это было абсолютно несложно. Я считаю, что нужно менять что-то в своей жизни и не бояться этого ни в коем случае. Многие не делают чего-то из-за того, что боятся поменять окружение, потерять друзей. Но если это ваши настоящие друзья, то они никуда никогда не денутся. И я, наоборот, хотела перейти из своей школы, потому что для меня очень актуальна тема образования. Я хочу саморазвиваться, а в своей школе я не могла получить должного уровня знаний, который бы я хотела. Вот поэтому мне было интересно, я была готова к тому, чтобы перейти в новое место. На начало учебного года мне очень понравился университет в Харбине. Но это еще не точно, это только мое предположение того, как будут развиваться события. Но я бы очень хотела учиться в Китае, потому что направление, на которое я бы хотела поступить, оно там самое сильное. И знания, которые я получу там, будут больше и объемнее, чем на сайте. Китае